Всем привет! Меня зовут Александр Дунаев. Мы находимся в Братеево. Очень много вопросов было по тому, как ловить здесь. И воздушевившись таким грандиозным ловом в 43,8 кг, который был в выходные воскресенья у меня, мы решили, что такую передачу можно было бы снять со мной. Я не местный, и, наверное, мне гораздо проще было бы объяснить тем, кто хочет освоить это место, как правильно здесь ловить. Я не люблю говорить, что я какой-то особенный и обладаю какими-то особыми навыками. Нет. Результат, который был достигнут на соревнованиях, это наше первокомандное место на Кубке Москвы. Это, прежде всего, работа наших московских спортсменов, которые трудятся здесь на водоеме, изучают его, дают информацию нам к тому, чтобы хорошо ловить и показывать высочайшие результаты. А результат, который показал я с большим увесом второго тура, то это все-таки отражение всех наших навыков и определенного умения и опыта ловли. И сейчас в этой передаче я бы хотел рассказать, как происходила ловля в воскресенье, как можно ловить леща, огромного леща без остановки. Общий вес 43,820. Не хочу ничего скрывать, да я не любитель скрывать. Нет никаких секретов особо сильных от рыболовов. Покажу все досконально. Я вообще считаю, что человек, который что-либо скрывает, он не растет сам, он не продвигает рыболовный спорт, он даже, может быть, тормозит его развитие. Есть какие-то небольшие нюансы, которые мы не можем рассказывать, но это все-таки производственные нюансы, которые отражают наше, скажем так, производство по прикормке. Что касается самой ловли, то она все-таки имеет значение более чем в 50%, ну или по крайней мере, прикормка 50 на 50 имеет значение с тем, как ты ловишь. Если человек садится на хорошее место, а это вот я сел именно на свое место, где я ловил в воскресенье, и я знаю точно, что место идеальное, идеальный рельеф, там плавает рыба. И рыба была не только у меня здесь, и у соседей справа и слева, то есть она здесь присутствует. Но наличие идеальной точки в секторе, присутствие рыбы вообще в этом месте не говорит о том, что человек может поймать какой-то рекордный улов. Мы очень часто делаем много ошибок, которые приводят к тому, что мы не реализуемся. Я думал о том, как построить эту передачу, рассказывать как обучайку, там, что надо делать вам, или как, чтобы достичь, там, 40 килограммов за 5 часов, провести целую лекцию, что вот там не надо делать. Я просто покажу то, что я делал, посмотрите, вот каждый этап подготовки, как происходил. Что-то примите к сведению, это хорошо. Если информация для вас будет знакома, просто посмотрите, и, может быть, что-то отложится у вас на будущее. Приступаю к замесу прикормки. Есть некоторые нюансы. Ну и вообще, в фидере, я много раз об этом говорил, прикормка имеет гораздо большее значение, чем по плавке. По плавке выступает на первом месте это руки спортсмена, какая-то определенная тактика. Но в фидере мы ограничены неподвижной снастью на дне, и поэтому очень важно не ошибиться. Значит, прикормку мы строили по принципу не отпугнуть рыбу. Это очень важно, потому что по моему опыту, ну и по опыту ребят, крупный лещ, а именно на его мы и настраивались, он боится резких запахов. И причем водоем, в котором мы сейчас ломим, в Братеево, на Москве реке, он сильно поменялся за последние два года. Если в том году работали интенсивные ароматы, и Виталик подобрал с Юрой те интересные запахи, которые были, они выиграли, значит, новую фидерную лигу на этом, то в этом году традиционные их составы не работали ароматически. И все свелось к замесу прикормки, очень схожей, как мы мешали бы это в Европе на европейских чемпионатах. То есть прикормка сильно калорийная, на основе копра миласа и практически без запаха. Еще один показатель – это прикормка должна быть мутящейся. Я не могу сказать, что это оригинальный состав я приготовил, потому что у нас было 4 пакета, я подготовил 3 пакета. Потому что сессия у нас ожидается все-таки неполноценно, да я думаю, что, да я вчера, кстати, и все дни я не выкидывал полных 4 пакета, да я думаю, что 2,5 максимум у меня уходило на тур, вот, и решили просто не экспериментировать, сделали 3 пакета. Принцип сохранился. Копра, содержащая смесь, черная – это черный лещ, это карп натурал, 2 пакета. В общем-то, этого достаточно. Удивительно, но в водоеме не работают добавки, к которым мы обычно привыкли, поэтому ни льна, ни конопли мы не добавляли, вот. Для меня это очень непонятно и странно. Мы использовали черную краску, вот, черная краска тоже, на удивление, глубина большая, рыба большая, а на светлую и даже на коричневую вроде как не так. Плывет рыба, как хотелось бы, поэтому мы затемняли и вроде как, вроде как это лучше. На тренировках мы выработали определенную схему приготовления прикормки, и у нас были экспериментальные составы еще, небольшие экспериментальные составы, которые входили в рецептуру. Я сейчас их не сделал, потому что они были строго расписаны под наши соревнования, то, что я заготовил дома. Это прикормка, которую Виталик как озвучил, что вот надо бы сделать такую, и мы предварительно замесы делали. Если кто смотрел, как мы мешались на стоянке, то видели пакет из базы, это была экспериментальная смесь. И вот уже в процессе, наверное, как в процессе тренировок и рыбалки родилась уже еще одна прикормка, которую хотелось бы здесь использовать и которая выйдет в следующем году. Она будет, скорее всего, в линейке World Champion. Прикормка будет, как раз, вот, скорее всего, до этих условий. Когда она выйдет, я расскажу о ней. Сейчас я уже заказал все компоненты, которые требуются. По экспериментируем. Еще одни соревнования впереди у Виталика и Юры на этом водоеме. Попробуем обкатать к этому времени уже ее. И в следующем году, я думаю, что она очень сильно стартанет для этого места. Ну и вообще, как бы, такие прикормки, они нужны, и они, я думаю, что будут востребованы. Хоть это будет и уже, не знаю, какая, десятая наша прикормка для леча. А все равно условия меняются, все равно надо подстраиваться, все равно нужно искать что-то новое. И не получается быть ограниченным вот пятью-шестью видами. И я не знаю уже, как бы, я говорил в прямых эфирах это, когда мы ловили, что я уже повидал за 20 лет, ну, столько разных условий ловли, столько разных ситуаций, столько рыбы, столько водоемов. Уже кажется, ну что еще можно, ну, лечь премиум есть, есть сладкий лечь для юга, есть карт натурал, есть уже те, и те, и те прикормки, а раз, а нужна еще одна. Поэтому запускаем в следующем году снова прикормка практически для Братеева. И очень важный аспект, который хотел бы по ловле крупного леща, я уже, как бы, вкратце затронул этот вопрос, это нужна ли ароматика Братеева здесь, и вообще, как бы, подход к крупному лещу. Крупный лещ, это я считаю, что рыба от килограмма и выше, и чем крупнее рыба, тем определенные нюансы, сложности есть в подготовке прикормки. Мое строгое убеждение, что чем крупнее рыба, тем она сильнее реагирует на ароматику в двух, так сказать, векторах направленности. Первый вариант, либо она сильно реагирует на ароматику, как вот в том году она реагировала на сильную ароматику, и плыли к Виталику и Паше горелого леща на ночной федерной лиге, либо она не реагирует на ароматику, что гораздо чаще. Причем, надо сказать, что в водоеме может быть такая ситуация. Мы наливаем ароматику в прикормку, рыба реагирует на ароматику. Ее может быть много, мы можем ловить подвельщика, некрупного леща, фу, быть довольными, и все замечательно. Но мы не знаем, что было бы, если бы мы не добавляли ароматику. Возможно, что мелкого леща бы не было, но поклепки были бы исключительно крупных рыб. И вот я считаю, что ситуация сейчас здесь пошла по вектору именно неароматизированных прикормок. Лещ именно на неароматизированную прикормку приплывает. И чем крупнее лещ, тем, скажем так, прикормка и живой компонент выступают в сторону живого компонента. А когда мы ловим мелочь, там под лещечкой, то прикормка, она все-таки опережает как-то по эффективности, чем живой компонент. И, ну, соответственно, там, если мы ароматику даем. Поэтому нужно обладать определенным опытом, чтобы разобраться и пройти именно той дорогой, которую нужно к тому, чтобы поймать крупного леща. Итак, замес. Значит, черная леща. Для чего она была нужна здесь? Копро, содержащая смесь, без запаха. Большое количество бисквита, вкусовая составляющая. И здесь было небольшое количество льна фоном. Я говорил уже, что лен здесь вот как добавка не работает, но в прикормочке он должен присутствовать так фоном. Все-таки там частички льна, они в небольших количествах работают. Так, карп натурал. Прикормка хоть и карповая, но по крупному лещу и под лещу она работает хорошо. Я хочу сказать, что важным моментом здесь является то, что не нужно просеивать прикормку через сито. И черные лещи, и карп натурал, это смеси, которые имеют ту фракцию, которая необходима, они лишены всяких всплывающих частиц, которых мы иногда избавляемся, кидая прикормку на сито. Но вот эта крупненькая довольно фракция, она нужна. Так, три пакета у меня. Хотел бы отдельно остановиться на черной краске, ее количестве. Я уверен, что слишком много добавить ее в прикормку будет не то, чтобы отрицательный эффект, но какая-то его концентрация дает все-таки обратный эффект. Поэтому прикормка должна быть, как мы называем ее, черной, но по факту она должна быть слегка черной. Тут я просто припудрил, все-таки черная лещ в составе, и затемнить нужно только как по натуралу. Покажу, как она получится уже в перемешанном и замоченном виде на ладони, но однозначно она не должна быть прямо вот как смоль черная. Вот цвет прикормки, она еще не впитала воду в себя, постоит все-таки. Эти прикормки, как натуралы и черная лещ, они впитывают очень много воды. Во-первых, и переуложнить ее тяжело, а во-вторых, я все-таки делаю ее изначально переуложненной. И подольше кручу шуруповертом, чтобы появился так называемый шарик. Это частички бисквита, склеиваются между собой, образуя такой шарик. И это все не просеивается на сити, чтобы была крупная фракция, чтобы это все не плыло. В общем-то, все из-за места прикормки. Сейчас поговорю о тех снастях и монтаже, которые я использовал. Во-первых, удочка у меня была наша новая, тестовый образец Мировская 3.6. Ее особенность в том, что она очень хорошо отрабатывает рывки рыбы. И за весь день, за 5 часов ловли практически всегда вытаскиваю рыбу. У меня не было ни одного обрыва поводка. Не было ни одного схода рыбы. Правда, и не было ни одного обогрения. Поэтому я очень доволен тем, что мы сделали. Удочка отработала свою, прошла великолепный тест на работоспособность. Когда удочка спроектирована неправильно. Я не говорю о марках, моделях. Я говорю о принципе построения удочек. Если удочка слишком жесткая, то проблема сходов, это существенная проблема. И когда происходят сходы, это не только потери рыбы и недовес на взвешивание, в итоге взвешивания. Но еще и если сход происходит на точке, то точка умирает. Никаких сходов быть не должно, чтобы поставить рекорд. Второе. Я использовал тонущую плетенку. Это наша новинка. Здесь бобиночка у меня. У меня плетенка 1,5, но я не использовал 1,5. Она толстоватая, все-таки под тяжелые кормушки или под шок-лидер. Я использовал плетенку 1,2. В чем ее смысл? Она очень быстро тонет. Это настоящая тонущая плетенка. И она нужна, прежде всего, на соревнованиях для достижения высших результатов, когда нужно получать быстрые поклевки. Я в процессе ловли сидел, забрасывал. Был боковой ветер, как сейчас, но был немножко интенсивнее ветер. Выдувал петлю у нетонущих плетенок. Но моя плетенка, она быстро заглублялась и приходила в рабочее состояние. Поклевки были у меня исключительно после того, как плетенка полностью погружалась, креотип натягивался. И после этого я начинал считать, отмерять время. А это было около 20 секунд на притопление снасти. Ребята говорили, что на обычных плетенках ее затопление, притопление было гораздо дольше. Я не хочу сказать, что в любительской рыбалке вот прям необходимость ловить такими плетенками тонущими. Но в рыболовном спорте высших достижений, я думаю, что рыболовы должны иметь в арсенале такую плетеночку. Я не говорю обязательно, что это будет, может, наша или какая-то другая, но то еще плетенка должна быть обязательно. Я сразу подготовлюсь, буду доставать из своего ящика. Ничего не открывал, ничего не вытаскивал. Прям покажу, что у меня было. Значит, так. Вертлюжки с топорочки. Это у меня элька. Отложу, значит, это у меня баночка с вертлюжочками уже приготовленными нашими. В этот момент я не использовал здесь никаких отводов. Достаю один вертлюжочек. Вертлюжочек, застежка с замочком закрытая. У меня, к сожалению, нет упаковочки. Я не могу ее показать сейчас, потому что я пересыпал все в банку. Но Алексей точно на моторе ставит картинку. Просто пуская вертлюжок по леске свободный, к нему, к вертлюжку будет крепиться кормушка. Беру стопорочек. Стопорочек у меня прям три пачечки сделаны. Я вот открывал отсюда, доставал. Здесь уже две осталось у меня. Два стопорочка. Значит, ставлю стопорочек. Беру опять свою баночку. Здесь у меня микро вертлюжки. С кем я общаюсь, немногие таким монтажами пользуются. Мне нравится. Я с поплавка его принес, и мне он очень нравится. Значит, привязываю плетенку. Даже узел у меня нестандартный, не для плетней, но тут как кому удобнее. Я привык к этому узлу и традиционно его вижу. Здесь я просто, ну, короче, отрезаем. Ничего сложного. И затем я беру плоскогубчики и прижимаю петельку, чтобы надеть на нее вот так, чтобы надеть на нее стопорок. На одно из ушек вертлюжка надеваю стопорочек зажатый. Оп, все. Вот такая вещь получается у меня. Получается, что карабинчик у меня едет по леске и стопорится стопорком. Дальше микро вертлюжочек. И он, одно из его ушек, оно хорошо крутится. Вроде как, это немного лучше для того, чтобы леска не крутилась. Значит, затем я использовал фидергам. У меня-то еще осталось здесь довольно много этого маверского фидергама. Диаметром 0,7 мм. Продеваю в ушко вертлюжка, свободно в ушко вертлюжочкой. Привязываю его. Вот так, затягиваю. Все есть. Здесь на другом конце фидергамы, в свободном конце фидергамы, делаю просто обычный узелок. Этого достаточно будет. Ну, кстати, с фидергамом еле-еле по длине попал. Так, маленький кусочек здесь оставляю. Здесь тоже отрезаю, чтобы ничего не путалось у нас. Под корешок. Раз, все. Так, предварительно оснастка у меня полностью готова. Очень простая. Почему я ставлю фидергам диаметром 0,7 мм? Будете смеяться по двум причинам. Первая, потому что 0,8 у меня закончился в долгополучной тренировке. Остался 0,7. А во-вторых, я подумал, что все-таки лески тонкие, рыба крупная. Ну, пускай так, поинтенсивнее он тянется, хуже не будет. Ну, сработал, обрывов не было. У меня лежит леска 0,148, Тим Дунаев. Отрезаю где-то, наверное, порядка 25 сантиметров. Отрезок этой лески. Две петельки. Обычно не восьмерка, обычно петелька. Но стараюсь петелечки очень маленькими делать. Так, раз. И вторая ее часть, примерно вот сантиметров 25, наверное, получилась. И, значит, этот, эту штуку. Вставочку из лески 0,148 я привязываю к фидер-гамму. Некоторые надо мной, ребята, смеются, что так вроде как непрофессионально делать, что надо вязать метровые поводки. Но поводочница 50 сантиметров. И несколько неудобно держать поводочницу. Ну, для меня неудобно держать метровые поводки. Значит, поводочница у меня получилась 50 сантиметров. И вот, ну, плюс-минус 50 сантиметров. Это у меня фидер-гамм и отвод. Я закормлю и поставлю после этого поводочек. Следующее, что я достаю из ящика. Ножницы. Я использовал для нарезки опарыша ножницы. Я достаю кормушечку, которую я ловил. Это, 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 это. Где моя кормушечка? Потерялась. Вот она, большая кормушка сербская. Огромная кормоемкость. И самая большая, которая есть. Кормушка в 40 грамм. Чашечка с поплавка у меня, прикормочная чашечка для нарезки опарыша. Есть. Грузик, маркерный грузик в 70 грамм. Еще я выкладывал, конечно, несколько кормушек на случай того, что вдруг оторвется. Ну, вроде ничего не отрывалось. У меня часы еще клал. Сейчас не буду доставать это все. Вроде все достал. Так. Это я сразу убираю. И хотел еще одну вещь сказать по оснастке. Упустил это из вида. Что у меня было две оснастки. Первая оснастка. Основная оснастка. Именно вот в таком исполнении фидергам. Отводик. В смысле промежуточная леска. Вот эта в 0,14-25 сантиметров. Но вторая удочка у меня была разложена просто фидергам. И когда я ловил, просто был 50 сантиметров поводок. Потом расскажу, для чего это нужно. Как я это все использовал. Вторую удочку я не стал раскладывать. Просто потому, что я ее отдал ребятам. А ребята сегодня не приехали. Они должны ее потестировать для себя. Вот по факту остался только с одной удочкой. Так. Есть. Сейчас буду промерять глубину. Думаю, в общем, клип состоит здесь. Я сейчас закину. Немножко отрезал там плетенки. Когда собирался. Сейчас новую оснастку делал. Поэтому это тот рубеж так визуально. Сейчас. Не помню, сколько я отрезал. Так, добавлю несколько метров. Думаю, что вряд ли больше. И протачу грузик по дну. Рубеж ориентировочно от 39 до 45. Ну, в разных секторах. Здесь по-разному. Вровка идет. Но все они знают. Никакого смысла скрывать. Вровку нет. Наверное, все там и становятся. Так. Сейчас я так. Наверное, метров на 45 кинул сейчас. Начинаем подматывать. Подтягивать в смысле. Ил, ил, ил. Ил, ил, ил. Он как бы как по-жирному такому тянется. И довольно упруго. Потом упираемся в жесткий ил. Чуть протаскиваем вообще легко. И вот нет. Вот это жесткий ил пошел быстро. И вот бровка. Вот бровка у меня. Уперся в бровку. Вот смотрите. Насколько кончик гнется. Это я в бровке сижу. И дальше так метра три отступают бровки. Теоретически я сейчас буду находиться между бровкой и мягким илом. Как раз вот на твердом иле. Я думаю, что здесь будет где-то, наверное, метра 42. Может быть, 43. Мне так кажется. По крайней мере, в этих секторах, где мы сидели на тренировке, там где-то было порядок 42-43. Все спортсмены ловят на этом рубеже. Пойду проверить на колышке сейчас. Я смотрю, что некоторые спортсмены не очень обращают внимание на определение точного расстояния до точки по колышкам. И все должно быть сантиметра в сантиметр. Я знаю, что каждая улочка у меня ровно в пределах 5, но максимум 10 сантиметров она у меня выставлена по одному рубежу. Так, 13, 13, это 39, да. Значит, я близко бровочкой встану. Знаю, эту точку просто 3 часа 39 я как раз под бровку устал и поставлю 42, вот на том 42 метра я ловил. Получается. Так я и встану. Не буду экспериментировать, там особо выискивать что-то. Хотя сидел очень долго, ковырял эту точку плюс-минус туда-сюда и в итоге нашел все-таки становится на 42 и не прогадал. А я сколько я нахожусь буквально в метрах в пяти от того места, где я сидел, то я думаю, что это нормально будет. Очень важно давать одно и то же натяжение для резки или плетенки, что вы используете. Я использовал плетеный шнур. Считаю, ребят тоже, наверное, со мной, с командой не все согласны, что плетеный шнур нужен я обосновываю использование плетеного шнура, что я кидаю исключительно в одну точку, потому что леска растягивается. Чуть дальше, чуть ближе, даже на колышках, когда леску отмеряешь, на разных удочках может получиться, что ты отмерился на колышках, одно натяжение дал, а затем смотался, второй раз наматываешь на эти же колышки эту же удочку с этой железки, плюс 40 см, минус 40 см. Я считаю, что для того, чтобы максимально держать ровную точку, нужна, во-первых, плетенка, чтобы она не тянулась, чтобы вот эта точка находилась максимум в 20-30 см, не более. Это должно быть все аккуратно. Разбазаривание точки приводит к тому, что мы получаем не быструю поклевку, получаются пустые выматывания кормушки. И вот все три удочки, которые я использовал, вот все обязательно, грузик обязательно класть не в 10 см, не в 15 см, не просто бросить его, нужно положить именно колышку, именно в то место, откуда мы все начинаем мерить. Одинаковое, повторюсь, одинаковое напряжение удочки давать, натяжение удочки давать на колышки, чтобы расстояние было все одно и то же. Это очень важно. Что я предъявил из живого компонента и прикормки? Значит, ведерко 12-литровое, практически было полностью вход 12 литров. Это было, может быть, конечно, слишком много и сейчас гораздо меньше, но был шанс, что я буду ходить с точки и могло бы не хватить. Менял бы дистанцию, это куча, вариант такой, вариант предполагался, но я думаю, что я вообще никогда в жизни бы такую точку не поменял бы. Ну, в этом месте, по крайней мере. Значит, было у меня 2 литра опарыша Микс, был насадочный мотыль и было пол-литра обычного мелкого мотыля. Значит, доводит, в общем-то, и все. С этим работал, пошел ловить. Со старта три таких маленьких баночки опарыша. в прикормку у нас 10 минут теперь за корм. Как раз у меня три баночки хватало, чтобы выкинуть 10 больших кормушек вот с опарышем. Мотылька не давал туда со старта, ну, или так, давал чуть-чуть, может быть. Буквально горсточку, или, по-моему, даже не давал. Некоторые пользуются традиционно, да и у меня тоже есть вот эти резалки для быстрой переработки опарыша, но как-то мне так хотелось руками почикать и сидел так, страхал. Получилось у меня три баночки со старта. Немножко мотыля добавил, ну, вот так, совсем горсточку. Грамм, наверное, 10. Это у меня первичный закорм. Смешал опарыша с прикормкой. Такая вот получилась инертная смесь, мягкая, ну, как обычно мы делаем опарыша. Кормушек на 10, наверное, у меня здесь должно получиться. 10 со старта да, мне 8-10, наверное. И, кстати, удачно, что 10 минут теперь на соревнованиях сделали для прикормки точки без суеты, без всего. Ну, любая тактика, любое действие делаешь и не думаешь о том, что тут уже поймал или а ты еще не поймал. Спокойно все сделал, все одинаковых условиях. Значит, ну, в общем-то, я сейчас и корманую. Точности кормления нужно обнимать очень большое внимание. И, к счастью, вот те улочки, которые мы привезли сюда, которыми я ловил, это позволяли делать. Они все-таки такие и бросковые, и бросковые, и благодаря жесткому комлю они ровно кидают. За 100 забросов я промазал, может быть, пять или шесть раз. Это хороший показатель. Со старта хочу сказать, что, когда мы забиваем прикормку с опарышем, это довольно жидкая штука получается, но ее нельзя трамбовать в кормушку очень сильно. И вот мне Георгий Витальевич от ГОВ спрашивал, ну, расскажи мне, как ты там торгуешь эту в кормушке прикормку, чтобы она не вымывалась и выходила обратно. А я не знаю, я не могу ему сказать, как это. Я просто по тактильным ощущениям знаю, что вот я так нажму с определенной силой давления, и она у меня дойдет до дна, и когда я буду поднимать кормушку, она останется там. И это невозможно объяснить, это только опыт. И, в общем-то, Забрасывал я, стоя, чтобы тоже не промазать. Был довольно сильный ветер, ну, по сравнению с тем, что сейчас. И раз, кормушка. Я притапливал леску, пускал кончик удочки в воду. Это дополнительно позволяло притопить быстро леску. Раз. Редактор субтитров что касается поводков это 50 сантиметровые поводки все связаны на леске team дунаев 0 104 вообще свободно никаких проблем крючочки использую совсем небольшие 16 номера красного цвета поводочек в леску 14 диаметр вставочку просто обычная петля в петлю вставляю и итоговая у меня длина фидергама вставочки и 50 метрового поводка ну порядка метра наверное на насадку использовал в основном три мотыля заголовку иногда ставил 4 когда он чувствовал что чего-то не хватает но и так интуитивно скорее и от у меня салочки прикормки остались и с мотыльком я тут уже небольшими порциями буду давать мотылька ни в коем случае кормушку не забивайте чтобы она освобождалась после поклевки были хоть и лещовый даже огромных вещей но они были частые поэтому даже через 20 20 секунд после этого квадратного прикормка приводнилась и когда вы понимаете кормушку с рыбой уже оснастку с рыбой то прикормка должна остаться на месте на точке очень важная вещь это интервал кормления я хотел бы сказать что интервал кормления принципиальная вещь очень важно делать все регулярно осознанно и вдумчиво регулярно это значит что я где-то считал до без часов считал до 180 200 это получалось на две с половиной три минуты я быстро считаю но со старта к не побыстрее немножко там наверное полторы минуты потом немножко задерживался но в итоге когда рыба на точку стала то перезаброс насти был связан исключительно с поклевками рыбы с удачными поклевками или неудачными и разогнался в итоге наверное даже до до минуты интервала кормления и очень важно не суетиться это принципиальный вопрос действия должны быть осознанными уже клюет осознанными в плане того что то что ты делаешь ты должен понимать если ты не понимаешь что ты делаешь то смысл вообще в твоих движениях никакого смысла к движениях никакого не у тебя должен быть разработан план план вот это вот режима кормления объем кормушки какой-то кормишь забросы насадки план того что происходит в секторе при разных стечениях обстоятельств хороший клев плохой клев все это должно быть расписано в голове сформулировано на протяжении тренировок и уже окончательно так сказать сварившись в голове оно должно быть реализовано на соревнованиях есть некоторые вещи поклевка было есть некоторые вещи которые тяжело говорить кстати вот эта поклевка скорее всего лишь и был обсосан крючок вот то же самое у меня было поначалу на на соревнованиях на этапе и сейчас по-хорошему надо поставить я тогда поставил короткий поводок отвод фидергам и сразу поводок лечь просто находится сейчас чуть выше над кормовым пятном и он перехватывает насадку возможно там его там также много вот он 3h перехватил насадку но когда я ведь перехватывает насадку это всегда проблема потому что перехваченая насадка каким-то образом он хватает и потом может выглянуть или она не засекается эта проблема любой любого вида ловли там бармэ это самые в вар мышки опускающаяся насадка это поплавкена опускающаяся насадка это фидеры опускающиеся насадка это неточная поклевку поэтому Я сразу перестроился на короткий поводок и сходу поймал 5-6 вещей до того момента, пока рыба не опустилась на дно у меня. Рассказать и сказать, когда это надо сделать, это просто невозможно, это жизненный опыт, опыт соревнований, и я его реализовал. Я говорил о том, что движения рыболова должны быть осознанные, спрогнозируемые, и очень важно придерживаться тактики, которая подобрана на тренировках. И любое отклонение от тактики, любое неверное движение может привести к тому, что рыба идет с точки. Это может быть нарушенный ритм кормления. Ну, допустим, рыба не клюет, да, у нас сейчас, ну, допустим, сейчас, первая поклевка, кстати, у меня тогда была минут через 20. Рыба не клюет, и я начинаю один раз 2 минуты, один раз 2,5 минуты, один раз 5 минут, один раз полминуты, забрасывая снасть. Это неправильный абсолютно подход, это подход дилетантский подход, этим страдают начинающие рыболовы. Все должно быть строго взвешено, строго на определенной секунде, и сглажено, если произошла какая-то ошибка. Ошибки могут быть, ну, в том числе и никто не лишенных, и у меня эти ошибки бывают, но просто можно их сгладить аккуратненько, ну, или хотя бы минимизировать. Я хотел сказать, что рекордный улов можно поставить исключительно, когда ты делаешь строго одно и то же, и не отвлекаешься направо-налево. Ну, например, я поставил веску 0,1, казалось бы, рыба 2-3 килограмма. У меня есть фидергам, у меня не тяжелая кормушка, которая там не обрывает, у меня мягкое удилище, которое гасит рыбки, и у меня огромное количество рыбы на точке. И у каждого рыбака, ну, наверное, я думаю, что у каждого, в том числе даже у меня, если это у меня в голове крутилось, я думаю, что у каждого. Напрасывается желание сменить поводок с 0,1, допустим, на 0,117. Да, я буду вытаскивать рыбу гораздо быстрее, сокращу время вот это вот подтягивание рыбы к подсадщику, буду все делать быстрее. Но я получу медленную поклевку, я получу абсосы, я получу неточную поклевку, и вместо того, чтобы реализовать 100% заброс и вытаскивание с рыбой, я буду получать результативный заброс, потом 2 нерезультативных заброса. Это займет гораздо меньше времени. Но за это время я бы сделал бы 2 заброса бы с тонкой леской и достал бы оттуда 2 рыбы. То есть в итоге я, получается, на тонкой леске набираю гораздо больше вес улова за счет того, что я получаю быстрые поклевки. Я думаю, что достаточно популярно объяснил, доходчиво объяснил. Но еще раз объясню, что изменяя снасть, ну, допустим, ставят толщую леску, мы добиваемся исключительно того, что мы достаем рыбу быстрее. Но мы уходим от скорости поклевки, результативной поклевки следующей рыбы. Сегодня рыба, ну, без конкуренции сижу, конечно, клюет она, ну, с какой? Третья-четвертая кормушка, наверное, да? Я там забросил сейчас, и вот уже лесчик. На соревнованиях я сидел с довольно неплохими спортсменами, сильными спортсменами, и мы друг другу отнимали рыбу. Поэтому, кстати, у меня и не было рыбы на точке, когда я промерялся. Обычно, если вот в пятно попадаешь рыбы, в леща, то грузик падает по их спинам, и плетенка приходит вот с слизью. И тут понятно все, что там стоит косяк рыбы. У меня такого не было. Я 20 минут сидел без поклевки, промел глубины был, без каких-либо попадений на рыбу, слизи на леске. Ну, вот они. Может быть, даже это тот, которого я и поймал на соревнованиях. Я считаю, что к рыбе надо относиться очень аккуратно к такому стаду леща, сохранять его. Ни в коем случае не брать домой и опускать, не бросая в садок. Вот так вот. А лучше вообще на тренировках садки не использовать, всю рыбу выпускать. Ничего с ним не произойдет, укольчик маленький в губу. Такие укольчики у леща случаются постоянно, когда он ракушку ест. Видно по губам таких рыб. Так. Так. Сейчас, по истечению минут, наверное, 30 уже, 20-30, вот происходит то, что происходило со мной на соревнованиях. Обсос крючка, насадки. Я сниму вот эту вот отставочку с крючком. Вот оставлю фидергам один. Поставлю потяжелее крючочек, чтобы он быстренько опускался на дно. Меня никто не перехватывал в полводы. Я знаю, что это там лещ стоит, он задевает за кормушку. И сразу на соревнованиях меня это спасло. И сходу я стал ловить лещей до того момента, пока он не перестал брать на короткий поводок. И вот это вот следование за рыбой, за ее желанием, один из секретов удачной рыбалки. Проверим. Попробую показать вам, когда лещ приплывает на точку, что происходит. Он задевает за шнур, толкает кормушку, обсасывает как-то. Такие ложные поклевки происходят. Иногда, просто вот иногда дергивание кончика на такие плавные потяжки с опусканием. И очень напоминает эту поклевку. Нельзя на это реагировать на ложную поклевку. Нужно отличать ложную поклевку от настоящей поклевки. Иногда это просто происходит интуитивно. Даже вот, наверное, и у меня реагировал на ложные поклевки. Ну, совсем как поклевка, знаете как. Прямо вот кончик ходуном ходит. И если задержаться на доле секунды позже, он, как вертик, вернулся бы назад. Вот, видите. Но когда ты чуть-чуть раньше поднимаешь, на плавнике шнур лежит у него и соскакивает. И ты не успеваешь увидеть этот момент соскакивания шнура и реагируешь, подсекаешь. Ничего в этом плохого нет. Рыба стоит на точке. Но, по крайней мере, понятно, что рыба там. И что нужно подбирать ключи к тому, чтобы она начинала клевать. О, бай. Вторая рыбка на один поводок. И я сразу меняю. Оторвал его в садке. Не в рыбе я снял. Ключок с рыбы. И сразу поменяю. Геройствовать не надо. Никому доказывать не надо, что вы можете на один поводок 0,1 поймать 40 килограмм рыбы. А просто взять и поменять его. И в безопасности продолжать рыбалку. Я, кстати, вот размер ходовой, который у меня был с 16 номера. Крючочком. Я полностью выбил из поводочницы. Ловлю теперь либо 18-м, либо, получается, 14-м. 16-го я не навязал. Ну, ничего, тоже сажает. Сейчас 18-й. Вполне нормально. Ключки тут большие не нужны. Все-таки рыба миллион раз ловленная. Лучше уйти в сторону помельче. Не торопясь. Выважим. Леска тонкая, все-таки, для такой рыбы. Но зато, если я вытаскиваю рыбу, допустим, в 2 килограмма весом, в течение, ну, 2-3 минут, и исхода не происходит, то у меня садок, в общем, наполняется за 5 минут 2-мя килограммами. Это очень хороший показатель, хороший результат по крупной рыбе. Я аккуратненько уважаю. Можно встать, чтобы лучше контролировать рыбу. Улочка отрабатывает великолепно. Она и должна отрабатывать, она не должна отбивать рыбу. И отрабатывает должен кончик. Она не такая хорошая рыбеха, кстати. Ах ты ж, можно в сторону отвести. Вот так вот, если она сплыл, если лечь сплыл к поверхности, можно притопить кормушкой его и выводить в сторону, чтобы он сплыл уже у подсачика. А если он будет у поверхности и трепыхаться, бывает часто в этот момент крючок вылетает из пасти. И аккуратненько загоняем его, хоп, вот так, в саду, как бабочку ловим. Вот он. Так, и дальше аккуратненько крючочек освобождаем. Ну, как раз он и торчит у меня снаружи. Чтобы рыбу не покоцать. О, еле-еле торчал крючочек. За краешей губы, видать, рыба наколотая. И садок. Опускаем, не кидаем. Опускаем. Оп. Ну, кстати, вот я по поводу того, сколько лещей можно поймать на один поводок. Я для себя сделал так. Каждый второй лещ я срезал поводок. Я не хочу сказать, что наша леска, там, Тим Дунаев 0104, это какая-то мега чудесная. Она просто держит эту рыбу. Но не нужно быть сумасшедшим, чтобы со всей дури тянуть ее. И скорее, 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 давай сюда. Нет, это просто с помощью хорошей поводочной лески можно ловить большой улов. С опасением, что она может порваться. И поэтому не торопиться, аккуратненько вываживать. Никаких глиссеров. Что ты так наловишься ехал? Каждый день можно ездить. Рыбалка на сегодня закончена. Лещиков подловил. Не было цели поймать 50 килограмм, и даже не было цели поймать 40 килограмм. Поймал бы. Вот 100% поймал бы. Лещ сейчас встал, стоит там прям стеной. Давайте я покажу сейчас. Просто вытащу садок. Посмотрите. Я думаю, что ключевые вопросы скоростной ловли леща крупного я осветил. Если вдруг что-то запамятовал, то скажу в других выпусках или напишу в комментариях. Задавайте вопросы, будет интересно ответить на них. И если у вас опыт есть такой ловли, может быть вы поделитесь своими наработками. Вот опять я мучаюсь с этой стасканием тяжестей. Думаю, тридцатничек тут я ползком. Дотащу я ее. Не напрягаюсь. Ну, пожалуй, я забыл сказать, что еще нужно, чтобы ловить много леща. Это иметь большой садок. Свободный садок, чтобы рыба не давилась. Ну и фотографируясь, не забывайте, что это сделать надо быстро, чтобы сохранить рыбу. Все. Пишите вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Рекомендуйте друзьям. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok